Сегодня важный день в жизни очаровательной девушки Анастасии Войновой. Можно сказать, первый выход в свет, общение с журналистами на пресс-конференции. Буквально на днях девушка выиграла золотую медаль на чемпионате мира по велотреку. В один миг вчерашний юниор стал главной надеждой сборной России на предстоящей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Во время золотого заезда английские комментаторы сравнили технику Войновой со стилем работы на треке британца Марка Кавендиша, двукратного чемпиона мира, ныне признанного мастера спринта в шоссейных велогонках. От таких комплиментов голова может пойти кругом, но не у Насти. После триумфа в жизни девушки ничего не изменилось, разве что дома в Москве на стене почета появились новые награды. С элитного чемпионата мира три медали. Первая была в прошлом году, начала я с бронзы, а в этом году привезла две медали, уже высшую достоинство, серебро и золото. Из Франции Настя вернулась не только с медалями, привезла сувенир, но никому из друзей он не достанется. Сама себе подарок сделала. Я очень люблю вообще Париж, Францию, вот их язык, и поэтому решила сама себе сделать такой вот сувенир на память. Перед выступлением на соревнованиях важна каждая деталь, особенно для девушек. Порой никак не связанные со спортом вещи вдруг становятся значимыми. И что самое удивительное, помогают добиться успеха. Косметикой я пользуюсь, да, я в первую очередь же все равно родилась девочкой, только потом я стала спортсменкой. На соревнованиях вообще важно, вот как ты выглядишь? Да. Даешь этому значение? Перед стартом на 500 метров, когда я выиграла, я подкрасила ресницы и позаботилась о том, чтобы хорошо выглядеть. Расскажи, что за татуировка? А почему нет? Она прям на спине вся полностью или на шее только? Там какие-то китайские иероглифы или что там? Ну, маленькие, да. А что там написано? Что по-китайски написано? Я не могу сказать, что там написано. Это так у меня как присмат в спорте. А, то есть засекречено? Да. Дома у Войнова еще есть любимая плюшевая игрушка. Тоже своего рода талисман. Победа или поражение он всегда поддержит, никогда в беде не оставит. Это моя любимая плюшевая игрушка. Такая удобная, такая мягкая. Как его зовут? Мишаня? Мишаня. Через год Олимпиада в Рио. А через два Настя, если вдруг Мишаня не перестанет приносить удачу, станет дипломированным специалистом и квалифицированным тренером. Учусь я в Государственной Смоленской Академии. Да, к сожалению, спорт все равно на первом месте, и поэтому приходится после соревнований приезжать и сдавать сессии. Когда-то это происходит позже, уже сроков когда-то, до наоборот. С журналистами Войнова общается легко и непринужденно. Велотрек хоть и олимпийский, но не ведущий вид спорта в России. Интервью у героев берут нечасто. Можно только мечтать о такой известности, как, например, у Елены Синбаевой. Но Настя не стремится, приоритеты в жизни другие. Что такое слава для Анастасии Войновой? Слава для меня – это не просто реализация моего потенциала, моих результатов в спорте, но еще и признание тех людей, которые за меня болеют, мне верят. После блестящей победы на чемпионате мира Анастасия Войнова и Синбаевой себя не почувствовала. Зато также прославила страну и свой любимый вид спорта. Пресс-конференция по итогам мирового форума специально для нашей звездочки. Внимание журналистов приковано только к ней. Михаил Дрофимов, Александр Тропин, Евгений Скачков. Москва.